Патологический страх перед близостью разрушает жизнь, лишает семейного счастья возможности завести детей и приводит к физическим и психическим нарушениям. Что такое эротофобия, как она проявляется и как с ней бороться, расскажу в этом видео. Эротофобия с точки зрения науки – это страх секса, который помимо психологических неудобств, приводит к ряду физических последствий. У мужчин она может перерасти в импотенцию, а у женщин – в энергозмею. На самом деле она может распространиться и за пределы спальни. Тогда человек будет испытывать дискомфорт при просмотре сексуальных сцен в фильмах или при обсуждении интимных тем. Эротофобия, как, впрочем, большинство страхов связана с психологическими травмами из детства. И прежде чем от нее избавиться, важно понять первопричину. Для этого нужно рассмотреть несколько аспектов сексуального страха. Первый из них – генофобия, когда человек испытывает страх непосредственно перед половым актом. Чаще всего генофобия является следствием насилия, психологического или физического. В этом случае человек может сознательно отказываться от отношений, либо прерывать их, когда дело доходит до интима. Вторая разновидность – эротофобия. Это ситуация, когда человек боится вступать в близкие отношения. Возникает на фоне предательства со стороны партнера. Если мы говорим о женщине, здесь так или иначе встает вопрос с образом отца. Когда у нее пропадает доверие по отношению к главной мужской фигуре в жизни, женщина теряет глобальную веру во всех мужчин. Мы сталкиваемся с базовой историей межличностных отношений. Это страх быть поглощенным или страх быть разрушенным. Третий вид эротофобии – это тактильное дистанцирование. Здесь все намного глобальнее, чем просто боязнь полового акта. В этом случае человек не любит обниматься, не любит, когда к нему прикасаются. Тактильное дистанцирование может быть следствием телесной холодности со стороны родителей в детстве, если ребенка мало обнимали, не брали его лишний раз на руки. Какие еще причины могут привести к эротофобии? Это негативные установки на секс и строгое религиозное воспитание. Возможно, ребенку внушили, что половые органы и все, что с ними связано – это грязно, пошло, неприлично, и вырастая, он сознательно избегает секса, чтобы не замараться. Также к эротофобии может привести конфликт с образом тела, когда человек стесняется отражения в зеркале. Он не любит обнажаться и предпочитает отказаться от секса, чем испытывать смущение. Итак, предлагаю шесть шагов, которые помогут вам вернуть радости сексу. Первый. Примите, что секс – это основа мироздания. Благодаря ему зарождается новая жизнь, происходит обмен энергии между людьми. Секс приносит физиологическое удовольствие. Второй. Поработайте с внутренней ценностью. Осознайте, что ваше тело уникально. Его нужно любить и уважать. Третий. Проработайте доверие по отношению к противоположному полу. Так уж получилось, что риски в близких отношениях есть всегда, тем ценнее счастливые моменты, прожитые вместе. Особенно в сексе. Четвертый. Продлите период романтических ухаживаний. Это упрочит доверие между вами и партнером. Страх привязанности постепенно пройдет и только после этого стоит настраивать диалог телом к телу. Пятый. Снимите блокировку тактильности. Для этого можно регулярно ходить на расслабляющий массаж. Так вы сможете ощутить всю прелесть прикосновений. А еще вы поймете, что прикосновения к вам других людей – это полностью безопасно. Можно также посещать парные танцы. Больше обниматься с близкими, родственниками и детьми. Шестой. Откровенничайте. Никакие намеки или жесты не заменять откровенного разговора по душам. Только таким образом вы можете дать своему партнеру подсказки касательно своих желаний и табу. Не молчите ни в коем случае. Поймите простую вещь – секс и молчание несовместимы по своей природе. Можно с полной уверенностью сказать, что без повышения самооценки, уверенности, а также адекватного восприятия себя и партнера, настоящего или будущего, избавиться от эротофобии будет сложно. Эротофобия имеет под собой сложную психологическую составляющую, но однозначно она лечится. Если речь идет о глубоких психологических травмах, особенно связанных с насилием, лучше не заниматься самолечением, а поработать со специалистом.